Тили-ти-ти-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли Ну что, мы снова на родной земле? Да Мы вернулись с приездом Как твои впечатления? Поделишься? От этой подъездки? Отличное впечатление, хорошее Впечатление ошорен Да, хорошо все Ну чем-то поделиться Чем-то поделиться готово Вот что на тебя производило впечатление? Ну, так же, как и на тебя у нас встреча, впечатление произвела вот именно вопросы-ответы, согласись. Вот эти в живом формате, они даже для нас, они показали, насколько, сказать, важно, это не то, насколько действительно рабочая схема в плане, наверное, как это сказать, чувствования себя, включения чувств в себя, включения, ну, короче, когда ты видишь прямую работу с человеком, ты наблюдаешь, да, и видишь его реакцию ответную сразу же. Сразу, да. Вот это очень круто, просто очень круто. Вот смотри, наша первая встреча, она была все-таки такая, было очень много благодарностей, подарков, слез соклей, и оно перерастало в такой лекционный больше формат, то есть небольшие вопросы общие на общие вопросы, такие лекционные ответы, и поэтому в этот раз очень много людей было онлайн, значительно больше, чем в живую, тогда наоборот, в живую было значительно больше, чем онлайн. А сейчас, конечно, онлайн бил рекорды. А как оказалось? Оказалось, смотри, какая штука, этот вопрос-ответ пошел, уже не было слез, соплей, но цветы были, вон стоят, и это все было, но были конкретные вопросы, по себе личные, когда человек не стеснялся группы, и он получал нашу работу. Более того, эту работу чувствовали все участники, потому что в это время все были зеркалами, более того, вопросы были разные. Вот на меня произвел впечатление один мужчина, может, ты его вспомнишь, он когда задавал вопрос, он такой обтекаемый вопрос начал задавать, но у него внутри просто крик душевный был, вы мошенники. Что значит, может, помнишь? Я понимаю, о ком ты, и, может, помнить, это не подходит, слово неправильное, потому что там... Там боль была, там, ну, это, понимаешь, я на боль не пошла, я услышала просто сухое, рамочное вопрос, такой, задан в рамках, в ограничениях, и с таким, ну, сказать, наездом нет, а с таким, знаешь, как подковыркой такой, там чувствовалось вот это сухое. Я, как, знаешь, как это говорят, ну, я сейчас проверю, вот что-нибудь по типу такого. Ну, что с вас возьмешь, да? Да, да, что, ну, я вас сейчас раскалю по типу такого. Оно чувствовалось, ну, я, просто я, когда человек там задавал вопросы, вот любой человек, когда задавал вопросы, я просто уходила в сам вопрос сразу, в сам вопрос и пошла в человека, вот, поэтому я не давала, не придавала значения самому вопросу. А как только вошла, вот там, да, там уже пошли слезы. Вот когда выхлоп был по работе с этим человеком, то есть ушли в вопрос, дали ответ, и потом потребовалась работа с человеком, и выхлоп, и мы понимали, что, во-первых, человек вовремя обратился. Очень, да. Очень вовремя, а во-вторых, он это все прожил на себе и прочувствовал все, даже то, что мы сказали, что с ним на следующий день будет происходить. И более того, те люди, которые, там с ним же большая работа была, там же мы не смогли даже из тела зайти, потому что тело не выдержало, мы потом с обратной стороны заходили. И те люди, которые сидели в зале, потом подходили и говорили, а что это было? Вы работаете непонятно с кем, вот сидит человек, впервые в глаза видим, а у нас в голове и в теле переворот. То есть обратная связь от тех, кто сидел в зале. Вот, да, в жилу, прямое. Потому что зеркала, потому что, вот смотри, когда ты стоишь у зеркала, и зеркало раскололото на много граней, да, шестиграничков, и вот ты один шестиграничек зачищаешь грязь, ведь это же отражает все переотражения. То есть у каждого эта грязь была, иначе бы он не сидел в этом зале. И у каждого она была снесена. Вот чем полезны эти встречи. И это вот та часть, которую мы, в принципе, аналогично делали онлайн, но для этого что мы делали? Объединяли людей в круг. Для этого мы проводили практику, когда каждый делал это же самое у себя в голове. Вот это в онлайне. А живьем ты ничего не делаешь, ты просто сидишь и тела уже отрабатываешь. Да, тут прямо прямое. Ты не только слышишь, не только чувствуешь, но еще и видишь, да? То есть вот оно прямое. В принципе, наши онлайн-вопросы-ответы, они тоже очень хороши, потому что это множество зеркал, которые, на самом деле, сейчас могут во время стрима осознавать, чувствовать. Но обратная связь ведь не каждый пишет. Вот тот, кто пишет, тот, на самом деле, молодец в каком плане? Он дает обратную связь, то есть отражение. И прочитав обратную связь, опять же, все зеркала, все, кто присутствуют на стриме, реагируют. Вот они, да. Вот оживая уже встреча, вот она дает сразу. Сразу. Тут без вариантов. То есть тут даже человек может ничего не сказать в ответ, да? Да ты уже почувствуешь, что увидишь реакцию. Уже тут, ну, никак. Вот я про что говорю, что увидеть. Да. И на самом деле вот этот человек, то, что вовремя, на самом деле вопрос, вообще пришел вовремя, потому что то, что с ним, то, что чем, то, что было в нем, мы вывели наружу, да? А ведь это, если бы не вывести, это как клоака, которая просто вот, она, знаешь, так. Бомба заметила. Да. И она потом просто удар, и у человека или инсульт, или инфаркт, я могу точно сказать, это я это чувствовала. Я это чувствовала, ну, вот на все сто. И поэтому, вскрыв, человек просто выпустит пар через давление, через... Да, 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 да. И это уйдет, и уйдет. Это облегчение. И на самом деле это этап к выздоровлению, к исцелению. Смотри, а на курсе, когда вот пошла прямая работа с теми, кто был на курсе, те, кто был онлайн, опять-таки, и были же люди, и москвичи были, те, кто, ой, я приду, нет, я все-таки дома буду онлайн, теплее. А потом стало очевидно, что те, кто был в зале, те выиграл. Потому что это возможность. Это возможность. На самом деле это та возможность, которую пускать... Потому что, когда ты начал с ними работать по бизнесу, а у них впереди стоит здоровье, то психика все равно выдает здоровье, а потом бизнес. И чтобы направить в бизнес, все равно ты вынужден пройти эту фазу здоровья. И опять-таки, вот у меня просто висит перед глазами, три человека обращались вовремя. Настолько вовремя, что особенно один из них, он даже не представляет, насколько вовремя. Вообще, насколько было вовремя. Это просто как вот человек, знаешь, как получил шанс. Вот он стоял на краю пропасти, да, и вот все, уже шел туда. Да, то есть, прикинь, придя на курс, он получил шанс себе. То есть, он дал себе шанс. Он шанс на здоровье получил вместе с бизнесом. С бизнесом, да. Вот это было, конечно, мощно. Перекрутилось и пошло. Три человека, которые вовремя пришли. Так это большая статистика на самом деле. Даже, ну вот, да. У меня был у самой шок, что и тоже для нас был новый опыт. Ты работаешь непосредственно по бизнесу, перенаправляешь, переотражаешь, а психика говорит, нет, бизнес не дам пока, подожди, подожди, сперва здоровье закроем. Без здоровья не будет бизнеса. У тебя игра уже на здоровье завязывается, а ты тут мне бизнес. А ты тут мне бизнес. Да, давай-ка мы разберемся с этим, и тогда в бизнес пойдем. Да. То есть, вообще, конечно, интересно было. Вообще, вот все, что касается сейчас этой работы на курсе деньги, собственное дело, я понимаю, одну штуку. Мы дали всем участникам шанс в собственный бизнес. Они, на самом деле, сами себе дали, да, придя на курс. Они сами дали, но тем, что обратились. Но если ты хочешь собственное дело, и приходишь, и тебе говорят, вот пиши бизнес-план, вот делай вот это, вот делай вот это, и человек тупо набрался знаний для ума, и ушел такой умный, у него ничего не будет. Он не сделает шаг, потому что у него на это нету силы и ресурса. Потому что, пройдя наш курс, вот просто тупо выполнив то, что мы там говорили, ты однозначно имеешь собственное дело. Там пошагово, причем с разжевыванием. Но это надо сделать. Только осталось ножками своими, ручками. Да, 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 потому что это должно отработать это тело. И головой. И ты знаешь, и вот здесь очень крутой момент. Сработает ли не ложь, жадность или нет, но при этом даны практики, как их обойти и как их видеть в себе. То, что остановит и не будет давать двигаться. И даже в какой момент будет останавливать и не давать двигаться. То есть настолько вот на микроскопическом уровне разобрано, разжевано и вложено в рот. И понимаешь, что более того, вложено в рот. В психике перепрограммировано, и там уже работает другая программа. А там уже тело, хочешь не хочешь, вынуждено будет отрабатывать. То есть мне даже самое интересное потом видеть вот эти зеркала чистые, свободные, счастливые. Уже из зала уходили люди. Видно было, что раз поменялось мышление, вспомнили, а я-то где. Потом вот как разговаривать начали, когда не можешь, а тут раз и понесло тебя. И пошло. Ну, то есть такие моменты были вот прямо на месте происходящее. Живые, классные такие. Живые, классно. И еще один момент, который подсветился, как раз в тему, недавно был вопрос, а вы-то сами бесплатно работаете, помогаете или нет, потому что у вас там такой ценник. А эти встречи, это как раз та возможность, ну нет, у тебя один на консультацию, а у тебя есть возможность спросить и получить ответ, если он тебе нужен, ты будешь иметь все. Вот это и есть показатель того, готов ли вообще человек действовать, или он только будет сидеть и предъявлять. Обсуждать и говорить, несите и несите меня. Да, вы такие, вы сякие, а мне надо, а у меня нет, а вы такие, вы сякие. Вот оно на самом деле. Он поднял жопу, пришел и решил. За 10 долларов решил свой вопрос. Да, да, да. Но для... Принести ее в зал. Проще же сидеть на диване и оценивать. Да. Но это возможность. Но это возможность. Использовал, получил, не использовал. И для нас того, мы с тобой увидели, насколько это действительно все-таки живая встреча, это действительно возможности, которые очень широкого спектра. Вообще неожиданного такого спектра. Ну, видишь, для нас это большая тренировка. Угу. Во-первых, одна из тренировок, что меня очень сильно внутри отозвалось. Смотри, мы выходим живьем, большой аудитория. Зал достаточно большой. И при этом внутри, внутри нет вообще никакой эмоциональной реакции. Ты улыбаешься, ты счастлив, но ты находишься в этих состояниях всегда. Постоянно так живешь. И ты в этом же состоянии, вот в этом же состоянии, как мы дома, в этом же состоянии мы в зале. Не трепыхает сердце, не дрожат ручки, коленки или еще что-то. Да, ничего, разницы нет. Ты здесь или ты в зале. И вот я для себя это дело отметила. Дело в том, что я же очень много лет была организатором. И когда приезжали тренера, ну, я, во-первых, видела, в каких состояниях они выходили к залу. А, во-вторых, я даже как организатор все равно сердце трепыхало. Ой, там же столько людей собралось. Там же ответственность, там же то, там же то. А вот здесь ты точно такой же, какой ты дома, точно такой же ты там в зале. Один в один. Я о чем? Нету этой субличности, нету этой одежки, маски, которую люди одевают, выходя на аудиторию. То есть в жизни такой Иванушка-дурачок, а туда приходит он уже именитый ученый. Да, или наоборот. Вот этой вот маски ее нету. Я для себя галочку поставила. Это тот момент, который мы с тобой долго и упорно отрабатывали. Для этого надо было иметь свои зеркала чистыми. И в продолжении, кстати, темы чистых зеркал. Сегодня переписываюсь с одним человеком, и он спрашивает по поводу ответа на его вопрос. И потом по поводу проработок. Ну, вот он сам с собой работает, и все прекрасно. Я говорю, так если речь идет о почистить зеркала, то это только в паре и только в работе с людьми. Берите, работайте с людьми. И такой шок, а что, с людьми можно работать? А нужно работать с людьми? Я понимаю, что многие люди, они не осознают, насколько важна работа с людьми. Они не понимают, что это они не с людьми работают, они с собой работают. Это, знаешь, это точно так же, как многие люди не осознают, что надо мыться, ходить в душ, в баню. Но это об этом же. На самом деле это же об этом. Что убирать надо в доме, это тоже об этом же. Ну, видишь, человек не понимает, что работая в инфодайвинге с другим человеком, он не с человеком работает, он с собой работает. Он чистит свое зеркало, он чистит себя. И мы об этом на встрече говорили. Работая с вами, мы работаем с собой, отражаясь у вас, мы отражаемся в себе. Да? И, видишь, человек сразу, он, как только, а что так надо, он сразу, как я его чувствую, например, он сразу зажался, знаешь, так напрягся, испугался, не готов. Не готов. А почему не готов? А лень. Вот прям могу четко сказать. Идет, вот сто процентов идет. Но при этом, если ты уже пошел сюда, то лень не лень, тебе надо двигаться. А значит, что если ты не осознаешь, что работая с людьми, ты работаешь с собой и не совершаешь эти действия, да, не идешь, то, значит, следующий этап, как ты будешь, ты уже повернулся к себе, да, а значит, что будет следующее? Игра в болезнь. Да. Потому что надо будет двигать самого себя к себе. Через боль. И у тебя есть тогда, получается, у тебя есть возможность не болеть, а идти через, благодаря вот людям идти к себе. Вот оно целостное такое. Смотри, и при этом, ведь когда человек начинает работать с другим человеком, он сразу, сразу подменяет интерес на выгоду. Конечно, да. И вот этот вот момент, он... И тогда, он уже тогда не с собой работает. Он уже тогда, как только на выгоду, он работает во вне. Он тогда играет в игру человека. И не осознает, что это точно такое же разрушение себя. Себя, да, да. Как только ты сел на вот этого конька, ты сел на трон сатаны, все, ты пойдешь в разрушение, ты пойдешь в искажение, а значит, у тебя будет в жизни рушиться все. Пока ты не развернешься. Пока ты не развернешься. То есть болеть будет, и ты поначалу, может, будешь и раздуваться, знаешь, так раздуваться, а потом в какой-то момент ты... Так смотри, вот есть в нашей практике люди, которые вышли из заболеваний полностью. Есть у нас дети, которые вышли даже из тяжелых форм полностью. То есть, если да, сейчас по ребенку ты не увидишь, не скажешь, что у него были проблемы с развитием, с интеллектом, с аутизмом, тем же самым и так далее. Опять-таки, по родителям этого не скажешь. Но у нас есть семьи, которые очень хорошо стартанули. В какой-то момент хлопы остановились. И вроде дети и поправились, и не поправились. Вот вроде они нормальные, и все равно у них есть. И вот надо прилагать усилия. И вот надо, надо, надо. И вот мамки находятся в борьбе в постоянной, либо в отказе, либо в борьбе. То есть, проблема до конца, игра не завершена. Игра продолжается. И ты знаешь, меня все время удивлял вот этот момент. Но ведь уже очевидно. Очевидно, что игра не завершена. Ты уж уже не спрячешься. Вот она, очевидно, не завершена. Очевидно, ты видела результат. Очевидно, ты осознаешь, что он полностью завязан на тебе. Ну, заверши ее. Как завершаются игры? Очевидно, через благодарность. Очевидно, благодарность не нужна, выраженная в подарках или в чем-то. Благодарность нужна, очевидно, внутри тебя. Внутри тебя нужна благодарность. Внутри себя ты чист. Ты искренен, ты благодарен, да. Ты чистый, вот прозрачен. И тогда ты даешь выход детям. Но тогда ты отразишься в таком же искреннем, чистом и благодарном мужу. Все. Дети свободны. Это просто. Но почему это невозможно? У очень многих. И посмотри, многие даже выучились на психологов, получили специальность, начинают работать с такими же детьми аутистами, показывают, смотрите, какие у меня результаты и так далее. Вот она, интерес заменен на выгоду, произведен опять разворот вовне, благодарности не осталось, хлоп, игра своя не завершена, и я сею ее дальше. И я сею этот вирус дальше, да. И получается, ложь пошла искажать дальше вовне. Но при этом… Дрескать зеркала все. Да, но при этом-то понимание есть, что, блин, это же работает, я же шла к себе и так далее. Где я сбилась с курса? Там, где интерес заменил на выгоду. Там, где во время замены не было благодарности. Не было благодарности, а была ложь. Сменилась одна игра на другую. Ложь вывела опять в игру в ту же. Это, знаешь, тот же член, только вид сбоку. И оно так и будет. И мешать играть уже. То есть это, получается, второй заход в ту же самую игру. Ну, только уже с другими вводными условиями. Ну, как я говорю, с раздутым эго. Ну, либо вариант самой болеть, либо все-таки держать детей, чтобы они шли не до конца. Тогда свое здоровье удерживаешь. Но тогда дети будут. Ну, вот вроде хорошо, но еще не совсем хорошо. И пошла, пошло вранье дальше. Но это же твоя игра. Ты осознаешь, что ты в своей реальности. Угу. И по поводу своей реальности тоже уже же очевидно. Я увидела вчера, вчера, когда приехали домой, вечером поздно, я сидела и как раз в ТикТок же, в России ТикТок не работал, поэтому уже отвел душу, посидел в ТикТоке, ролики повыгружал. И я вчера увидела интересную тему двух спикеров. Одну нашу любимую женщину, которую мы уже приводили. Она очень хорошие вещи опять-таки говорила и очень четко, даже с научной точки зрения, подсветила. Нету никаких каких-то третьих реальностей. При этом она все время говорит про объективную, про науку, да? Но вот человек же уходит полностью с тем, что у него в голове, с его системой ценностей и мировоззрений. И он же там имеет свою реальность своей в голове. И вот таким он и уходит. Куда только вопрос уходит. Да? То есть она при этом оставляет место объективной реальности, но четко человек понимает, что человек уходит в своем субъективном восприятии и ровно с тем, что у него в голове в своем мире. И он же создает все, что он потом проживает. Радует, что это уже говорит наука. Вот. И в то же самое время я увидела еще одного спикера. И, честно говоря, вот здесь у меня даже было зависание. То есть недавно записанное интервью дочери российского лидера, когда она начала говорить про необходимость саморазвития, обращение внимания внутрь себя, о том, что общество может быть другим и так далее. И тут я понимаю, что круто. Круто. Сознание меняется. Оно растет. Оно растет туда же. О чем говорит инфодайминг, да? Вот. И вот эти вещи меня, конечно, порадовали. Приехала так. Получила удовольствие. И думаю, здорово. Здорово, что и наука, и люди начали думать о том, что пора возвращаться к себе. Пора возвращать ответственность за свои действия и свою реальность к себе. Пора возвращаться к себе искреннему, настоящему и так далее. И это возвращение невозможно без работы с другими людьми. И вообще пора перестать рассеивать, сеять страх, пугалки какие-то, катаклизмы какие-то. Я сегодня, ты начала говорить, я думала, я, знаешь, так зависла, что у меня сегодня было, тоже зацепило. И вдруг я вспоминаю конкретно, я даже тебе еще не успела сказать, тоже в ТикТоке, про Беларусь. Новости. В Беларуси начал распространяться вирус, сейчас скажу, как новой болезни какой-то, очень серьезной, я забыла, очень опасной, там что-то на слух, на, ну, короче, новый вид гриппа. И прям вот так, и это, мол, очень много пострадавших уже, то есть вот это нагнетание, нагнетание, нагнетание. Понимаешь, и там даже я почитала комментарии, да, я переболел, это так было тяжело, это очень, да, у меня там то-то. То есть, знаешь, такой, я понимаю, вирус такой, фух, и, знаешь, подхватили, и все волной подхватили, и да, с флагами, да будет вот этот вирус, да здравствует вирус. Понимаешь, и понесли. Вот этот вот бездумное. Бездумное, вот это сразу. Просто стадное. Просто стадное, да, так я так и сделала сразу, потому что мы с тобой уже этого не можем не делать. Вот это стадное умолешение. Понимаешь, этот, ну, какой-то вообще просто, хочется сказать, люди, очните, просните. Стадное умолешение было тогда, когда, помнишь, мы ржали и говорили, у нас будет света, везде вот там какой-то серый туман идет, и там люди бегают в панике, помирают, и что-то там происходит в обществе и так далее. 19-й год. А потом, как, типа, особенно, когда мы про Китай рассказали, там, в каком-то ролике, и о том, что это все херня, но эксперименты над людьми, что нам потом писали. Нас же тогда вообще обливали грязью те же комменты, и там часть видео пришлось удалить, потому что нас просто поливали. А ведь на самом деле, правда, так и оказалось. Да, я даже помню, знаешь, что помню просто вот отрывки там из своих же даже, когда я, ну, я понимаю, что то, что будет что-то какое-то, или уже это был, наверное, уже тогда пошло, а еще только началось оно, наверное, уже, ну, то есть уже говорили про это, но еще начало было. Я помню, что он не опасен, вот это помню. Но я сказала, даже есть видео, вот надо вот, оно есть, но я, потому что я помню, что записывали, я сказала, что разные будут, отсюда будут разные развиваться веточки заболеваний. То есть вот как там грипп такой-то, грипп такой-то, ну, образно, грипп такой-то, грипп такой-то. Слушай, вот оно сейчас, прям вот оно очевидно. Но самое главное, что ничего не это не. Вот я тогда просто знала, что это ничего не опасно. Опасен сам человек. Его язычок, его раскрытые эти глаза, его шевелящиеся волосы, когда он в паническом этом бежит, и там этот, волки, волки, волки. А теперь, смотри, вот ты говорила, а у меня такая мысль, у кого пришла, блин, может, публично нельзя ее озвучить, но ладно, если что, вы решите. Смотри, есть Всемирная организация здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения должна заниматься здравоохранением. И она сеет вот сейчас уже борьба с вирусом Х, еще там с чем-то. И сеет, сеет, сеет вирус, 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 паника, паника. И она всем выдает протоколы, как надо работать. Более того, вот люди, которые тогда в панику сразу вошли, вот начало, если помнишь, я помню, одна из первых статей в интернете, которые я прочитала, было там дети, там каких-то родителей очень обеспеченных, ну, назовем так, там при каких-то должностях. И вот их родители заболели, и они не могли найти лекарства, и они везли там лекарства из Польши в панике, да, то есть они выносили ответственность на кого угодно, да, и родители эти в панике выносили ответственность на кого угодно. И, в общем, какие-то лекарства привезли, какие-то лекарства они там помимо врачей дали своим родителям, родители умерли. В общем, и живите теперь с ними, потому что вы давали им лекарства от малярии, в итоге убили их печень, почки там, и отправили их на тот свет. Но при этом медицина, здравоохранение, которое было в Беларуси, оно сказала, идите вы со своими протоколами, идите вы со своими прививками, идите вы со своими. Не сразу, Наташа. Не сразу. Но... Могу точно сказать, не сразу, и знаю, что этими препаратами очень хорошо в Беларуси работали. Но в тот момент, когда сверху было принято решение, хлоп, и вот это вот все выключилось. И здесь люди пошли на работу, панику начали снимать принудительно, и так далее, и это было правильное решение. И таким образом... Я к чему вообще сейчас это говорю? Где было здравоохранение? В том, кто сеял панику, или кто-то сказал, стоп и остановить. Да? Я сейчас по аналогу. Блин, ведь мы сейчас о здравоохранении. Давай поговорим. Если мы перейдем на экономику, ведь когда вот эта паника, качались большие деньги, посмотрите через призму денег. Когда сказали стоп, пошла другая тема. И тогда, если мы сейчас из подсознания смотрим и понимаем, что надо сделать для того, чтобы очень быстро запустить экономику в Беларуси. полностью изменить налоговое законодательство под банковскую систему. Сделать Беларусь одним большим банком. Не всемирным банком. Всемирный банк должен быть здесь. Не там, а здесь. Но тогда все законы должны быть переписаны, что Беларусь – это банк, где возможны любые операции. Беларусь равно банк. Всемирный. Беларусь равно Всемирная организация здравоохранения. По подобию. Блин, я не знаю, насколько я говорю очевидную вещь сейчас, если по подобию перекинуть, если по подобию переписать законы, то, смотри, предпринимательство пошел рост, офшор и так далее. Дубай через три года. Я только сказала, тогда у нас тут Дубай. Через три года, да. Мгновенно причем. Тогда будут регистрироваться здесь все компании. Я вспомнила, кстати, это важно произнести мне, что в этот ролик про грипп в Беларуси, или что-то там, именно пугалась, что на детей маленьких, с детей. Вот важно, чтобы просто услышали, что это такая пустышка. Мне хотелось вот эту женщину, которая читала этот, ну вот зачем быть автоматом? Ну, она выполняла свою работу. Вот так выполняется работа бездумно, неразумно, в спящем состоянии. Вот смотри, смотри, когда человек может мыслить широко и смотреть по подобию, то он может найти решение в любых вопросах. А если он еще научится смотреть через призму денег, то вообще все становится очевидным. потому что мы отражаемся абсолютно в каждом человеке, в зеркале. Просто научись ловить переотражение. И ты вообще, ты будешь видеть суть всего. И тогда не надо будет тебе бегать, кричать, за что мне Бог послал это заболевание? Блин, верни Бога домой, и он тебя не пошлет никуда. Начни видеть целостно, да? Начни видеть целостно. Да. Это не про шизофрения. Я хотела сказать, это не про третий глаз, да? Не про третий глаз. Это когда ты просто в разуме, ты видишь объемно сразу. Целостно. А не ищешь в башке, я включу сейчас третий глаз. Да, кстати, про... Свои два не видят, а он третий еще подключает. Да, два слепые. Плюс глухие. Ну, еще третье ухо, как это не стали еще искать. Ну, да. А, хотя, не, говорят же, как это говорят, видение, слышание. Ясно слышание. Ясно слышание, ясновидение, да. Ну, только что нет третьего слов, таких третьего уха. Ну, видишь, когда говорят о ясновидении, это про видение объективной реальности. Ясном. Про ясно слышание, это про слышание объективной реальности. Ясно слышно, да. Оперуполномоченный за дверью Это очень хорошее яснослышание Когда говорят о яснознании Это есть некое знание в объективной реальности Придурок, ты сам создаешь эту объективную реальность Проснись Так вот, проснись Вот это, которое произносило про этот вирус Вот она же создает, читая с бумажки Да Да-да-да Поговорим про ШИЗУ Мне очень нравится выражение Бехтерева Когда он говорил, что человек, который не способен Предвидеть последствия своих действий Страдает шизофренией Ой, извините, я ошибся, я случайно сюда зашел Нет, так не может, да А при этом, да Как человек говорит, я не знаю, что будет завтра Я не знаю, что будет Вот я сейчас пойду там куда-то на работу Допустим, я не знаю, как она сегодня пройдет Как-то она Я не знаю, ну ШИЗА, ШИЗА ШИЗА Вот она ШИЗА Когда человек не создает, а он ходит Вернее, не осознает себя создателем А при этом создает Не контролирует свою речь А при этом почитай определение заболевания Парадоксальное восприятие, когда ты видишь все одномоментно Целостное восприятие Это разновидность Так что вопрос, кто болен? Кто болен? Вот об этом надо говорить И тогда где здравоохранение должно быть? И где Всемирный банк должен быть? Там, где разум И тогда в Москву можно прийти на встречу За 10 баксов И это будет разумно Если вы такие бедные Считайте, что у вас жизнь не сложилась И бог у вас на Альфа-Центавре И все плохие Потому что не дают вам возможности Так вот вы просто их не используете Не видя эти возможности Не позволяете себе их видеть Когда мы встретимся в Москве снова с людьми Я думаю, что мы в феврале с тобой проводим в разных регионах А где-нибудь в марте мы И встретимся в Москве Надо будет в Москву слетать Там на одну встречу Можем тогда же с людьми встретиться Да? Вот так-то оно Можем тогда же с людьми встретиться Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok